Я посетил Ренские струбы. Я давно хотел посетить это известное ЮНЕСКО наследство и действительное прекрасное. Я вижу большой потенциал сотрудничества между Японией и Европейской республикой в образе туризма. Пока еще из-за пандемии туризм это не так просто. Но в последнее время заинтересованность японского населения туризма России очень растет. Вы знаете, что в прошлом году принято решение японской компанией JAL и All-Nippon Airways оба начать регулярные рейсы в Ураджи-Востоке. Вот так и есть. Ураджи-Восток это хороший красивый город, но недели слишком долго. Топорничать от Ураджи-Востока куда идти, это очень важная задача нашего японского туризма. И вот Якутия это хорошая кандидатура. Если зарабатывать хорошо, тогда вот эти ленские трубы станут очень популярнее место для японских туристов. Об этом я вижу большой потенциал. А на поводу проекта в Типси? Да, спасибо за этот вопрос. Это очень важный вопрос. Сегодня цель моего визита это принимать участие в семинарах связанных с зеленой экономикой. И в конце прошлого года была церемония запуска этого проекта. И я принял участие вместе с Граборой Республикой, господин Николаевым, это открытие. Тогда я подчеркнул, тогда я в своем выступлении, я привлекаю внимание всем на три значения этого проекта. Первое, это потому что этот проект обеспечивает электричество от ветра. И это только что Граборая Республика рассказала, что в прошлом были попытки, американские, немецкие попытки строить такого ветеринарной электростанции. Но это не удалось. Но на этот раз пока японские технологии хорошо работают. И это первое значение – улучшение качества жизни населения Тикши. Это далекое место, но жизнь хорошая стала. Второе значение – это Тикши, распороженные близко к Северному морской путь. Это для безопасности, обеспечения безопасности Северному морской путь, это играет очень важную роль. И третье – это новые проекты, которые открывают новое сотрудничество между Японией и Россией в образе возобновленной энергии. Есть плано, это пилотный плано. Если создается возможность между Японией и Республикой по расширению этого проекта. И даже создать мощные проекты, которые могут создать аммиака или водорода. Вот такая возможность есть. Об этом тоже только что я обсуждаю с Грабой Республикой господином Николаевым. Продолжение следует...